Как один из авторов этого закона, я хотел просто привлечь внимание к самой теме, касающейся пособий по безработному. После того, как у нас истекли сроки действия летних отдельных правительственных решений, размер пособий безработного вернулся на прежние места. На сегодняшний момент минимальное ежемесячное пособие составляет 1500 рублей в месяц, из которых еще вычитается подоходный налог. Те выплаты, которые имели люди на своих детей, то есть по 3000 рублей на ребенка в месяц, они тоже с 1 октября, соответственно, ликвидированы. В предложении с пределой России присмотрение бюджета о продлении бюджета на 2021 год, о продлении таких выплат на будущее, к сожалению, были отклонены парламентским большинством. Но мы считаем крайне правильным к этой теме вернуться к присмотрению данного закона. Да, он про детей и сирот, но это не означает, что мы не можем обсуждать о втором чтении поправки, касающиеся всех. В мире, в Европе, по крайней мере, на безработных тратится примерно 1% ВВП. У нас 0,07% ВВП, то есть в 15 раз меньше. И то, что эта ситуация ненормальная, полагаю, очевидно, для всех повторю еще раз для закрепления материала. Ежемесячное пособие безработное, минимальное, а его сегодня получают люди, у кого не было официальной занятий, почти весь работающий класс у нас работает без оформления трудовых договоров. Это рабочие строители, это сельхозрабочие, это люди, кто работают продавцами, это люди, кто трудятся в транспортном секторе. Вот у них ежемесячное пособие 1500 рублей минус подоходный налог. Это ненормально. Спределивая Россия будет предлагать поправить ко второму чтению. Продолжение следует...